Итоги работы анапской делегации на инвестиционном форуме в Сочи впечатляют. За три дня подписаны соглашения о реализации на территории города-курорта пяти крупных проектов на общую сумму свыше двух миллиардов рублей. Это именно проекты, потому что очень плотно отработали со всеми инвесторами, которые будут вкладывать деньги в наше муниципальное образование. Каждый из проектов по-своему уникален. Глава Анапы Юрий Поляков, вице-губернатор Кубани Андрей Коробко и исполнительный директор Абрау-Дюрсо Юлия Паркоменко подписали трехстороннее соглашение по развитию виноградарства. Проект предусматривает закладку новых виноградников на площади почти 780 гектаров. В результате его реализации валовый сбор солнечной ягоды составит до 11 тысяч тонн в год. Сумма инвестиций превысит один миллиард рублей, будет создано свыше 100 рабочих мест. Развитию строительной сферы будет способствовать еще один инвестпроект. Строительство многофункционального центра по хранению и переработке плода овощной продукции. Комплекс оборудуют современными холодильными камерами. Планируется создание собственной логистической компании и сервисной организации. Трехстороннее соглашение о строительстве на Пионерском проспекте отеля «Фиолета». Здесь инвестором выступит учредитель санаторного комплекса «Жемчужина» Валерий Димоев. Проект предусматривает капитальный ремонт существующего корпуса, благоустройство прилегающей территории, строительство открытого бассейна, спортплощадки, а также двух новых корпусов. Сумма инвестиций – 250 миллионов рублей. Срок реализации – до 2021 года. Регион развивается, у нас очень большой туристический поток региона. В частности, город Анапа сегодня один из трех наших главных, лучших флагманов не только курортов государственного края, а курортов Российской Федерации. Сегодня мы нуждаемся в том, чтобы улучшить качество обслуживания. То есть идем будем в прошлом году, как вы сейчас сказали, 5-4-е, значит, и в дальнейшем будем продвигать не менее количество звезд, которые должны присутствовать на территории Пионерсии. Соглашение о строительстве на курорте супермаркета «Табрис». Эта кубанская торговая сеть сегодня присутствует в Краснодаре, Новороссийске и Сочи. Анапа станет четвертым городом. Проект предусматривает удобную автопарковку, внутри будет представлено более 12 тысяч товаров повседневного спроса, эксклюзивные и необычные продукты из разных стран мира. Стоимость проекта – 500 миллионов рублей, срок реализации – до 2021 года. Кроме того, подписано соглашение о строительстве в Анапе нового автовокзального комплекса. Его реализация предполагает три этапа. На первом будет построено здание автовокзала, на втором – гостиница для водителей, на третьем – гостиница для транзитных пассажиров. Общая стоимость проекта – 130 миллионов рублей, срок реализации – до 2022 года. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Анапа-регион.